Решать проблемы сообща, помогать и словом, и делом. Личный прием населения провели депутаты Единой России. С жителями городского поселения Фрянова встретились Николай Черкасов, депутат Мособолдумы, и Надежда Суровцева, глава района, секретарь Щелковского отделения партии. Я считаю, что эти встречи очень результативны, потому что некоторые вопросы требуют решения от администрации поселения, некоторые администрации района, а некоторые требуют внесения каких-то изменений в законодательную базу Московского области. И вопросы действительно самые разные. С просьбой о помощи в создании необходимой инфраструктуры на земельных участках пришли многодетные мамы. Они получили землю в городском поселении Фрянова. К участкам не подведен газ, а выполнить работу за свой счет у семей возможности нет. Мы обращаемся к главе города, городского поселения Фрянова, где просим дороги и газификацию. Соответственно, если в бюджете нет денежных средств, может все-таки с областью и с федеральными какими-то программами решать. Может быть, это какая-то должна быть законодательная инициатива Московской областной думы или региональный какой-то закон. Потому что, может быть, как-то это должно быть отнорматировано, что ли, я не знаю, под каждую многодетную семью. В областной думе над вопросом уже работают. Мы сейчас в Московской областной думе работаем над внесением изменений в этот закон Московской области. С тем, чтобы была возможность поддержки многодетных семей и муниципалитетов по освоению этих земельных участков. В деревне Горбуны другая проблема – неудовлетворительное состояние дороги, ведущей в деревню. К тому же из-за удручающего качества покрытия перестал ходить автобус. Мосавтодор планировал выполнить работу по асфальтированию дороги в этом году, однако не вышло. Он, Алексей Васильевич, при нас собирал совещание с Мосавтодором. Здесь большими объемами они не смогли. Это как бы вне плана они должны были сделать. Теперь по плану они сделают в 2017 году. Она включена уже? Да. Также на встрече звучали и другие вопросы. Но основная масса касалась улучшения жилищных условий. Личные приемы депутатов в поселениях будут продолжены, чтобы у жителей была возможность на местах задать народным избранникам вопрос и получить необходимую информацию. Это хорошее начало. Я думаю, что общими усилиями и объединяем наши возможности и районного уровня, и поселенческого, и мои возможности в области, я думаю, часть вопросов, конечно, мы сможем решить. Очень много позитива мы получили от вышестоящих организаций в лице Надежды Владимировны и Николая Ивановича. Хочется верить, что все обещано воплотиться в жизнь. И мы, как ветераны, приветствуем и очень рады. Дариса Снегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». В областной программе нет.